Все же разочарование. Вот откуда, все-таки, откуда брались разговоры, что он 40 километров способен ехать вровень с Думуланом, совершенно непонятно. Думулан как, именно как стайр-раздельщик. Он, он, Спартак, их мало вообще, их меньше 10 человек в целом. Ну вот, наконец, сплитскрин. Минуту 17 везет Думулан Винченцо Нибали. Уже не учитывается совершенно Акентана, который сегодня проигрывает гораздо больше. А пока более-менее эндурайновский сценарий с поправкой на то, что преимущество такого же высокорослого, но надо еще подчеркнуть, что если верить, по крайней мере, паспортным показателям, анкетным показателям, то он значительно легче Мигеля. На 10 килограммов он легче Мигеля при аналогичном росте. Закарин на финишном отрезке, на подъемчиках чувствует себя лучше, чем на равнинах и на продуваемых кусках. Очень-очень достойная гонка получается. Ведут по Манфору Эмдена, он пропускает. И финиш пока в пределах десятки лучших. Минута 30 проигна на героину Томасу. Но на сегодня я еще раз скажу, что на сегодня Эльнур в большей степени как многодневщик горняк, чем раздельщик. Хотя, наверное, болельщикам хотелось бы большего от него. Но выступление достойное, по крайней мере. Назовем его так. Тем временем Нибали в гору пошел раскатываться. И во вторую гору Нибали приближается, если верить GPS-замерам, к Тому-Ду-Моллану. Кентана 2.09 уже. Тоже вы видите, как пошла гора. Пока более-менее эндурайновский сценарий с поправкой на то, что преимущество такого же высокорослого. Но надо еще подчеркнуть, что если верить, по крайней мере, паспортным показателям, анкетным показателям, то он значительно легче Мигеля. На 10 килограммов он легче Мигеля при аналогичном росте. Закарин на финишном отрезке. На подъемчиках чувствует себя лучше, чем на равнинах. И на продуваемых кусках. Очень-очень достойная гонка получается. Ведут по Манфору. Эмдена он пропускает. И финиш пока в пределах десятки лучших. Минута 30. Проигна на героину Томасу. Но на сегодня я еще раз скажу, что на сегодня Эльнур в большей степени как многодневщик горняк, чем раздельщик. Хотя, наверное, болельщикам хотелось бы большего от него. Но выступление достойное, по крайней мере. Назовем его так. Тем временем Нибали в гору пошел раскатываться. И во вторую гору Нибали приближается, если верить GPS-замерам, к Тому-де-Моллану. Кентана 2.09 уже. Тоже вы видите, как пошла гора, так он стал проигрывать в меньшем темпе. Но он неумолимо проигрывает и проигрывает везде. И учитывая еще 10 километров до финиша, поймает он там еще минуту? Нет, не думаю. Думаю, что поскольку это восстановлен в гору, реально секунд 30. Но, скорее всего, не в его пользу. В отличие от Нибали. От Нибали, который сумел законсервировать первую половину этой гонки. И идти, ориентируясь только на свои цифры, только на свое ощущение. Как это, собственно говоря, было на блокхаусе. На блокхаусе, вот когда уехал Кентана, для него окружающие вообще перестали существовать. Даже несмотря на то, что мимо проносились Думулан, Молема. Особенно он по этому поводу не дергался. Ему главное было проехать на свои показатели и сохранить ногу для того, чтобы надвинуться на финиш. И в итоге, минута с небольшим, учитывая, что этот этап был кризисный, это не было еще Джорнато. Но это был далеко не лучший для него день. Сегодняшний день для него обычный. Вот то, как он финиширует сейчас, это не кризисный день. Это не какой-то выдающийся день прорыва. Однако Нибули за счет своего огромного опыта, за счет своего многолетнего наката, за счет своего класса, в конце концов, Нибули избегает тяжелого поражения. Гораздо больше лишних движений у Бауке. Гораздо больше он наваливается на педали. Думал, так, были тут проблемы у Нибули с преодолением крутого участка. Проблемы в основном физического плана, я думаю. Несмотря на то, что он посматривает куда-то в область каретки. Но там все нормально ложилось, там цепь не прыгала, все работало. Венчанца Нибули старается не терять приложение усилий. Вот в кризисный момент так хочется хотя бы полминуты чуть-чуть сбавить. Зато потом, думаешь, ты включишься, и у тебя резко станет опять та мощность, что надо. Но эти полминуты, которые ты от мне доработаешь, ты их уже не компенсируешь. Ну да, сплитскрин есть. Секунды давайте. Что-то не так с GPS. Можно просто сопоставить только стиль работы. Он сейчас практически одинаковый у них. Уже не хватает свежести для того, чтобы чистить. Уже так или иначе приходится использовать более затяжеленную передачу. Тем временем под Савиево входит в финишную зону. Горушки. Он предпочел, вот он был разочарован. Говорит, обещали организаторы, что будет техника, что будут крутые участки. Крутых подъемов не было, крутых спусков тоже. Но это немножко не моя, конечно, трасса, признался он. И это мы видим по секундомеру. На финальном повороте и под Савиево чуть не влетел в ограждение, но он вырулил. В отличие от Кири, он сумел вписаться более миниатюрный, более верткий уроженец Южной Италии. Уроженец еще более Южной Италии, ставший велосипедистом в центре Италии. Подходит к отметке 800 метров до финиша. Мы помним Скарпони и не нуждаемся, как говорится, в напоминании, но нуждаемся в тепле сердец этих людей, которые переживают его уход, как уход родного человека. Во многом оно действительно так и было. В духовном плане он родной человек для миллионов здесь. И его бывший товарищ по команде, его большой друг Винченцо Нибели, который находился вообще в полусознательном состоянии в течение длительного времени. После того, как потерял Мигеля Скарпони. И сейчас он настроен очень выдать все, что может, в том числе и в память о том, кто отковал ему победу прошлого года. Без Скарпони его не было бы, этого успеха. Винченцо Нибели в итоге проезжает по графику почти, что Кириенко, чуть-чуть ему уступая, который был промежуточным лидером на протяжении долгого времени. И минуту 18 он проигрывает. Очень-очень достойно. Вторую половину он практически не проиграл. Вторую половину он уступил Томасу. Чистым ходом секунд 20 может быть. Восхитительные куски, которые были сделаны в гору. Винченцо Нибели явно поработал над этим. Поработал над работой, сидя в гору при сохранении хорошего ритмопедалирования ради сохранения нужных ватт. Но Адамулан рвется к розовой майке. И уж, по крайней мере, здесь, в этом плане, на пути у него никого нет. Стартовал сразу же очень мощно на отрезке, где проходит Кортео Сторико. Вшествие участников Джострады Куинтана. Конечно, негоже сегодня, Кентаны сегодня страдали, но тем не менее. Собственно говоря, помимо того, что Куинтана по латинской традиции, это пятая дорога, пятая линия. Вот не знаю, только при разметке построения легиона или при строительстве дорог и так или иначе. И еще Куинтаной здесь местные умбрийцы называют, извините, болвана. То есть, что такое болван, вообще говоря, это не потому, что он такой не совсем быстро соображает. Это фигура, которая изображает римского легионера. И у этой фигуры колечко висит на руке. Колечко имеет диаметр 5 сантиметров. И вот те, кто борется за победу в этой дисциплине, там такая восьмиобразная трасса. Они должны пройти эту трассу, при этом попав в кольцо. Но с первого захода никто практически никогда не попадает, так не делают. То есть, идет какая-то пристрелка, как бы. Они сразу пускают лошадь в галоп. Очень эффектно. Но тут человек с копьем наперевес. Единственное, что без доспехов. Потому что костюмированные приставления там ни к чему. Это важна скорость, здесь важна ловкость. И, ну, как правило, с третьего прохождения они снимают на вот таком бешеном темпе на галопе. Они подхватывают копьем это 5-сантиметровое кольцо. И при этом нужно из минуты выйти. Общая дистанция, не помню точно сколько там. Чуть не улетает Молева в этой связке поворотов. На нырке еще асфальтовом. Волна там была очень солидная. Но, слава богу, потерял скорость там. Зато у него не было проблем в этом вираже, потому что скорости уже не было. Но радоваться ли этому вряд ли. Потому что финишный отрезок в результате получается не накатистый, не с разгона, а очень силовой. Терпит он его до конца. Достойная разделка. Но я бы не сказал, что для Молема она удачная. И опять же, на фоне этого результат Ниббель выглядит очень-очень даже классным. В общем, если хотите подышать старой Италией, средневековой, приезжайте ли в июнь или в сентябре. Посмотрите это, подышите. Там атмосфера ничуть не менее роскошная, чем на Джирдо Италии. И народа чуть ли не столько же. Том Ду Воллен тем временем убирает всех соперников. И становится двойным сегодня победителем. Он выигрывает этап. Он выигрывает розовую майку. Вице-чемпион Олимпийских игр. Получил эту специализацию в наследство от Фабиана Канчилары. И наследство это не разбазарил. 49 секунд. Том Ду Воллен привозит самому Геранду Томасу, который сегодня был просто великолепен так же. На финишном отрезке, разогнавшись за 40 км в час, несмотря на подъем. И дальше придется нам считать. Ну что ж, в принципе, разделщики сегодня оказались однозначно лучшими. Ду Воллен, Томас и Юнгель с первые три позиции. И, естественно, тут уже ничего не изменится. Найру Кентана не в состоянии здесь ничего перетасовать. Две длинных разделки, одна из которых больше подходила Кентане сегодняшняя. Вторая из них катастрофически Кентане не подходит. Она сугубо скоростная и силовая, которая будет в заключительный день до Милана. А он уже и здесь теряет почти три минуты. Да, финальный проигрыш Найру Кентаны, который, может быть, чересчур перебрал в последние два месяца подготовки в высоких горах. Долбил-долбил горы и только. Потерял скорость, потерял скоростно-силовую выносливость, наверное, в какой-то степени. Не относительно нас, грешных, а относительно своих главных соперников поджирды Италия. Молема всегда очень любезно соглашается с нами взаимодействовать. Лучше него только Чавес, по-моему. Чавес, он там на последнем издыхании все равно с улыбкой придет в микрофон и все равно послушно ответит на все вопросы на нескольких языках. Вполне такой современный ласпедист. Жалко Чавито, конечно, очень хотели мы его увидеть на этом Джиро, и он готовился к этой гонке, как, возможно, и победной. Но травма, тем не менее, он не опустил голову, наоборот, подтянул свои слабые места подготовки. Поедет тур, будет продолжать развиваться. Ну, а Бауке, Бауке, конечно, с нами тоже пообщается. Кентана не отдает нам никаких показателей, кроме скорости. Ни ЧСС, ни ВАД, ни частоты педалирования, ничего. Либо не хотел, либо, может быть, он закрывает это все от себя самого даже. Но капитан Мавистара проигрывает и прекрасно уже знает об этом Том, Том, который проехал по-настоящему по-разделчески. То есть от начала до конца на пределе человеческих возможностей. И сейчас поначалу даже и не встать. Суметь не растерять разделку. Это очень важно для человека, который реформируется из разделщика в супермногодневщика. И он, похоже, этого добился. Ну, а результат, который был на Терену Адриатику, в той 10-километровой разделке на Адриатическом побережье, можно смело забыть, потому что тогда для него это был просто прогрев ног. Ни больше и ни меньше. Все ставки практически были на Кентану на Блокхаусе, и они оправдались на 100%. Все ставки сегодня были на Дума Улана, и все точно так же. Значит ли это, что нынешняя Аджира скучна? Но неужели мы смотрим это исключительно ради того, чтобы чьи-то ставки сыграли, чьи-то нет и только? Мы смотрим, это восхитительное состязание, так же, как и смотрят здешние и приехавшие отовсюду, вплоть до Австралии и Латинской Америки, Джостра де Куинтана де Фолиньо. Фолиньо симпатичный очень, кстати говоря, исторический центр, отстроенный снова, там несколько зданий рухнуло во время землетрясения 90-х годов. Весьма основательно пострадало, и вот это один из примеров, когда действительно итальянцы, которым приходится это делать столетие за столетиями, снова засучили рукава, и за 10 лет опять она, как говорится, стала еще лучше прежнего. Та застройка, которая не устояла. Точно так же сейчас и в Аквиле, хотя экономические условия довольно проблематичные для того, чтобы быстро восстанавливать. Вы видите, еще немножко поменялся ветер. Ветер на этом отрезке, гора заходится против ветра, и, соответственно, силовые раздельщики имеют здесь дополнительное преимущество. То есть, если бы был попутный ветер, то горнички могли бы как-то худо-бедно на эту финишную гору залетать. Сейчас же Кентано мается, ему просто не хватает стати для того, чтобы разбить этот ветер. И отыгрывать в эту гору ему нечем. Но согласитесь, обмены такими сокрушительными ударами, когда перелетают там по полторы минуты, по две минуты в ту и в другую сторону, это тоже драматургия гонки. Но тут, наверное, довольны все-таки организаторы в уголе Свеньи. Все же атаки и контратаки за эти дни были солидные. И, соответственно, в лучших своих проявлениях пристали перед нами сначала горники, потом раздельщики. Тибо Пино повис между теми и другими, но ближе к горникам, по крайней мере, судя по тому, что он продемонстрировал на блокхаусе, а потом спустя два дня продемонстрировал сегодня. Почти три минуты. Три минуты проигрыша Думаулену. И кому пришло в голову предполагать, что, может быть, Пино объедет Думаулена с минимальным преимуществом и станет обладателем розовой майки. Ему еще Кентану бы объехать. Ну, Кентану, наверное, объедет, хотя, опять же, с перевесом минимальным. И то не факт. Кентану цепляется за каждую секунду и пытается дотерпеть и знает результаты французов, в частности. Кентану! Любящие делать поспешные выводы скажут сейчас, вот пришла эпоха голландского Мигеля Эндурайна. Ну, да, звучит красиво. И, возможно, даже завтра в шапках газет некоторых мы это увидим. Но для того, чтобы стать окончательно голландским Эндурайном, для этого нужно оставшиеся горы проехать, не отпуская Кентану. Как это делал Мигеллон, когда боролся там с Веранком и ему подобными. Как-то это не так легко, по крайней мере. Но посмотрим. У голландца пока получается все. Потеря Келдермана и, с другой стороны, полностью укомплектованный Мавистар. Это тоже может стать определенным фактором. Но пока для начала проверка бдительности завтрашний этап, конечно. Завтрашний этап, подобный тому, который вымыли, выиграл Эльнур. Вверх-вниз, полно подъемов. Знакомые трассы. Знакомые мне, в том числе, по гонкам. Поэтому будет чем поделиться, что обсудить. В общем, завтра отнюдь не транзитный день. Этап до Баню-де-Руманя. Через четыре перевала различной сложности. С непредельной протяженностью 161 километр. И опять-таки, когда мы говорим, что Кентано сегодня потерпел неудачу. Посмотрите, по кому до сих пор его ведут. То есть он относительно самых-самых разделщиков, которых хотел бы сдержать. Да, он сегодня выступил неудачно. Относительно себя самого, с чего все начиналось. И какая была у него разделка поначалу на супер-многодневках. Это даже некоторый прогресс. Довольно-таки устойчивый прогресс. Но этого прогресса не хватает для того, чтобы отстоять лидерство. И более того, его не хватает для того, чтобы остаться рядом. Он сегодня проваливается по турнирной таблице. Позавчера, один из самых счастливых дней в его велосипедной карьере. Сегодня сплошь огорчение. Опять вираж судьбы. И опять все начинается заново. И ему теперь придется отдавать должок. Не думаю, что с завтрашнего прямо дня. 2,53. Относительно Тома Демоулана. Преимущество было полуминутным. И теперь, соответственно, проигрыш. Две с половиной минуты. И только теперь позволил себе улыбнуться новый лидер гонки. Хотя я уж не знаю, в чем он сомневался. 45 секунд, говорите. Будет сегодня вспоминать Том Демоулан, что такое розовая майка лидера. Он уже помнит ее на своих плечах. Она возвращается к нему после годичного перерыва. Результаты сегодняшней разделки. В одной минуте Демоулан, Томас и Юнгельс. Очень достойное выступление Луиса Леона Санчеса. Делает его четвертым. Эк-чемпион мира, несмотря на падение, стал пятым. Ниболи тоже одержался. По большому счету, да. Он сегодня, конечно, в проигрыше, но в проигрыше не крупном. Замкнул шестерку сильнейших. И теперь, конечно же, не лишним будет пересчитать генеральную классификацию. И честью вам ее представить. Это будет, конечно, но уже в рубрике «Джироэкстра» после рекламной паузы. «Джироэкстра» Вольный сегодня гонщик Том Демоулан. Если протранскрибировать на его любимый французский манер. Переодевающийся в розовую майку. Много-много драм было сегодня на трассе этой разделки. И не единственное было падение Василия Кириенко. Очень неприятно подвернулось колено. Несмотря ни на что, Кириенко прогнозируемо стал лидером. И лидером на долгое время. Морщ сетболи потом. Он сидел на хатсит. И ждал следующего, кто способен замахнуться на его прекрасный график. Но, к сожалению, с вот этим вот досадным сбоем. Луис Леон Санчес перехватывает лидерство, пройдя отличную разделку после двух участий в отрывах дня. Испанец из Астаны становится ориентиром для всех грандов. Но мы знаем прекрасно, что после него мастеров разделки еще достаточно. Грэн Томас сумел залезать раны. Полученные в воскресенье в прямом и переносном смысле этого слова. И прошел прекрасную индивидуальную гонку. Он становится лидером. Он захватывает значительное преимущество. Ведь отметины после воскресного падения видны невооруженным глазом. Вот Томас начинает отыгрываться после, казалось бы, совершенно кошмарного поражения. Кентано проиграл не из-за того, что не рассчитал радиус этого поворота. Здесь как раз на этом радиусе поворота он продемонстрил великолепные свои технические возможности. Он гонщик очень высокого класса, но все же он горняк. Горняк специалист. И эта трасса, к сожалению, оказалась не такой трудной в плане именно рельефа и поворотистости, как ему обещали организаторы, как говорится, еще во время презентации. И это выявилось в полной мере. То есть, когда они проезжали разведку, и Дмолен говорил о том, что да, она силовая эта трасса. И она ему подходит на 100%. Хотя, если бы была абсолютно плоской, то его бы это не устроило. Гонка все расставила по своим местам. По логичным своим местам. Главный проигравший, наверное, Найро. Главный выигравший, ни всякого сомнения, Дмолен. Ну и между ними там хватает разных, находящихся в промежуточном положении. Я думаю, что Томаса мы сегодня должны относить к числу победителей. Дмолен первый, Кентано второй, в Генерале Молема третий. А просвет уже больше двух с половиной минут между первым и третьим местом. Да, раздельщик, специалист, Том Дмолен показал себя наилучшим образом, говорит Хуан Антонио Флетча. В комплекте с победой на этапе получает розовую майку. Слишком силен был ветер. Я думаю, что именно в этом была главная проблема Кентано, говорит Флетча. Ну, тем не менее, конечно, специалист был специалистом. Великолепная посадка, отличная мощность. И последние, особенно, 10 километров были вообще потрясающи. Но теперь мы ждем супердлинных восхождений, множество супердлинных восхождений последней недели, где Мавистар коллективно будет сильнее. С другой стороны, если задолжает им что-то Думолан перед последним этапом, то по пути к Милану он сможет вернуть должок во второй разделке. Кто-то ждет Пьян Кавалло, и это горняки. Кто-то ждет разделки. И я бы сказал, что один из самых интересных, получается, поединков за генеральную классификацию в последних гран-турах. Нельзя забывать, как сконцентрированы крутые, многочисленные подъемы на последние недели. Поэтому никакое преимущество сейчас не будет излишним для тех, кто не специализируется на подобного рода восхождениях. Грейн Томас не сумел, конечно, отыграть все то, что потерял. Но, тем не менее, сегодня была очень впечатляющая моральная победа его. Сегодня невероятно совершенно ты выступил. Как ты выглядел физически, психологически, как это все? Ну, сначала я хотел, единственное, что мне хотелось, это материться, как говорится. А потом я сумел все-таки преодолеть ту потерю. Потому что я бы сказал, что потеряно, по моим прикидкам, потеряно где-то было 4 минуты. И я не говорю, что я мог бы быть вровень с Кентаной, но, тем не менее, на той горе было потеряно 4 минуты именно из-за стояния, из-за падения. Но, так или иначе, я буду бороться до последнего, искать возможность выиграть этап. Укрепилась ли твоя уверенность? Да, конечно, это помогло мне в этом плане. Но просто фора слишком велика, конечно. И отыграть столько было невероятно. И объективно оценивая ситуацию, я скажу, что тогда с этим падением я утратил шансы подняться на подиум, не только победить, в общем зачете. Но если мы будем сидеть на этом и думать только об этом, то это непродуктивно совершенно. Мы движемся дальше, мы ищем новые цели. Мы радуемся промежуточным успехам. Грайн Томас так или иначе не теряет. Не теряет вот омодоверие. И не теряет своих перспектив, как супермногодневщик. Возможно, в связи с Вуэльтой. Хотя, с другой стороны, поговаривают, что Фрум вроде задумал дубль. Тур плюс Вуэльта. Попытку выиграть обе эти гонки. И при этом раскладе, конечно, на Томаса ложится опять роль помощника на Тур-де-Франс. Три супермногодневки это слишком, если с амбициями. Ну, в общем, гонка началась. Она началась в воскресенье, она продолжилась вовсю сегодня. Она будет... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова